Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» в студии Артём Тарасов. Меньше двух месяцев осталось до главного зимнего спортивного события четырёхлетия. Но прежде чем пламя предстоящих игр доберётся до Сочи, его луч снизойдёт и на Донскую землю. Сегодня у меня в гостях один из немногих, кому выпала честь пронести огонь зимних игр по Донскому краю. Наш прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы Ростовской области Варторес Самургашев. Варторес, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас в студии. И в начале диалога хочу вас спросить, расскажите, пожалуйста, как проходил отбор именно тех, кто прикоснётся к пламени Олимпиады, критериям. И знаю, не только спортсмены участвуют в Олимпийском шествии. Ну, я уверен, что каждый из жителей земли мечтает пронести Олимпийский огонь. Так как мы являемся проводящей стороной, да, и в Ростовскую область приходит огонь пронести знамя, я уверен, что все заслуженные жители нашего Дона должны прикоснуться к факелу, к Олимпийскому огню, быть причастны к проведению Олимпийских игр. И для каждого это большая честь. И я уверен, что отбор проходил правильно. И никого, будем так говорить, не забыли из наших прославленных жителей нашего Донского края. И я в этом уверен. И что касаясь спортсменов, Министерство спорта Ростовской области подошло очень серьёзно к этому вопросу. И мне тоже было приглашение на Федерацию принять участие в отборе и пронести Олимпийский огонь. И я с удовольствием приму участие и с достоинством пронесу Олимпийский огонь. Ну, приглашение было в какой-то торжественной форме. То есть как вы узнали, что именно вам выпало честь именно пронести пламя предстоящих игр? Мы позвонили с Министерства спорта, Федерацию, да, и сказали, что я попадаю в то число участников. И в эти сроки, в январе месяце, нахожусь ли я в Ростове или нет, подтверждаю ли я свои участия или нет. Естественно, я уверен, что каждый в это время будет находиться в Ростове и пронесёт Олимпийский огонь. Уже известно место и время, где вам предстоит совершить эту важную миссию и какое расстояние необходимо будет преодолеть с пламенем Олимпиады? 22 января, я знаю, что будет Олимпийский огонь проносить. Место конкретно не обозначено ещё, но насколько я знаю, что 22 января будущего года уже, вот, в 14-м, будет Олимпийский огонь проноситься по территории Дона. И конкретное место не могу сказать, потому что ещё, я думаю, что не определено. Ну, я, насколько знаю, что в трёх городах будет именно проходить шествие Олимпийского огня. Это Новочеркасск, Шахты и Ростов. Как я понимаю, вы понесёте именно в Ростове. Да, я думаю, что в Ростове, потому что как бы родился и вырос в Ростове. Всё довольно-таки логично. Знаю, у вас есть уже подобный опыт, вы несли пламя Универсиады в Казани в этом году. Расскажите, как вы себя готовите к этой ответственной миссии и что для вас пронести Олимпийский огонь по Донской земле? Будем так назвать, это была, наверное, разминка такая, да, перед пронесением Олимпийского огня. Репетиция. Репетиция такая, да. На самом деле очень волнительное мероприятие для каждого участника. И скажу, мандражировал не меньше, чем перед выходом на соревнования. Но столько людей вдоль дороги стояло, поддерживали. Очень много студентов было, потому что это была студенческая универсиада. И я уверен, что сейчас это будет, хоть это и зима, но будет людей намного больше. И чем ближе Олимпиада, тем больше о ней говорят, тем больше ее ждут. И для меня, конечно, это незабываемое впечатление. Впечатление на всю жизнь. И даже сфотографироваться с факелом, с огнем. Если честно сказать, я его даже приобрел. Купил. Есть возможность у факелоносцев приобрести этот факел, у каждого факелоносца. И я это сделал, и я уверен, что оно найдет место в музее борьбы или еще в каком-либо месте, чтобы вспоминать об этом долгие-долгие годы. Чтобы согревать донской спорт, скажем так. Вы были участником летних игр. Интересно, какой из зимних видов спорта вам импонирует больше всего? Это может быть не один вид спорта, а несколько дисциплин. И почему? Ну, любой мальчик, да, особенно во дворах, всегда зимой играли в хоккей. И я не исключение, мы всегда играли в хоккей, разбивали носы друг с другом. И, естественно, больше мне импонирует вид спорта хоккей, так как это истинно мужской вид спорта. Там и на коньках кататься, и элементы борьбы есть тоже. И это, я считаю, что один из таких мужских видов спорта, да, который, я уверен, все болеют. И сегодня приятно, что и в Ростове начинается развиваться хоккей, и команда сегодня есть, Ростов. Я знаю, вы недавно как раз-таки посетили матч ростовских хоккеистов. Да, буквально во вторник был на игре, где наши ребята уверенно выиграли, чего я желаю им в дальнейшем побеждать. Поэтому уверен, что после Олимпиады акцент на зимние виды спорта возрастет, и очень много ребят пойдет в хоккей. Естественно, фигурное катание мне очень нравится. Это очень тонкий такой сложный вид спорта. Это парное катание, одиночное. Ну, сложнейший вид спорта, там и хореография, и слышать музыку надо, и чувствовать лед. Естественно, биатлон, это сейчас уже тоже популярнейший вид спорта. Но его, конечно, лучше смотреть по телевизору с комментарием. А вот хоккей, ощутить вот это вот, и фигурное катание в зале, вот этот шум, энергию непередаваемо. Но вы сейчас сами становитесь на коньке, играете в хоккей? Честно сказать, стою на коньках, умею стоять, но в хоккей не играю, не получается. Но есть желание, что будет время, будем заниматься. Сегодня уже многие ребята увлекаются хоккеем. Мне интересен ваш прогноз на предстоящей Олимпиаде в Сочи. В каких дисциплинах наши болельщики с уверенностью могут ждать успешного выступления отечественных спортсменов? А где наши атлеты могут быть, скажем так, темными лошадками? И приятно удивить российских болельщиков. Знаете, прогноз – дело неблагодарное, особенно в Олимпиаде. И туда приезжают не только участвовать, но и побеждать самое главное. Хотя девиз совсем другой, да, все знают. И прогнозировать что-то все, я уверен, что наши спортсмены российские, все туда едут за победой, не за участием. И любой вид спорта, сегодня наши ребята готовы в любом виде спорта, из семи видов спорта, 15 дисциплин, да. И все готовы побеждать. И кого-то сейчас говорить, естественно, все ждут победы от хоккея, от фигурного катания, от биатлона, от тех видов, которые у нас уже закоренелые, такие будем говорить. Но тот же Керлинг нельзя выбирать, потому что наши девочки и чемпионами мира были, и Европу выиграли. Поэтому в любом виде спорта Олимпийская медаль, она рядом, и так же, как она рядом, она и далеко. Поэтому хочется всем спортсменам пожелать самое главное – терпение, удачи. Потому что без удачи ни один спортсмен себя не реализовал. Это домашняя Олимпиада. Вот скажите, какие, назовите основные преимущества и недостатки домашнего первенства форума? Преимущество, конечно, поддержка родных, близких, потому что есть возможность родным, близким приехать, поболеть. Это находится в нашей стране соревнования. Да, очень часто на разных континентах проходят такие соревнования такого уровня. Конечно, поддержка родных и близких, поддержка стен. Какие-то дискомфортные ситуации – это, естественно, ответственность на спортсмене. Он у себя дома, все от него ждут победы и только победы. И вот это вот тоже может пагубно повлиять, да? Ну, нужно понимать, что Олимпиады – это такие же соревнования, как и все остальные, просто груз ответственности. Вот если наши спортсмены справятся с этим грузом ответственности, все у них получится. Я знаю, у вас есть такая интересная веха в вашей биографии. Вы закончили музыкальную школу. Вот интересно, как вам удавалось совмещать музыку и спорт? Мешало ли это? Или, может быть, наоборот, это вам как-то помогало? То есть перед соревнованиями, безусловно, вы уже сказали, присутствует некий мандраж, волнение. То есть, может быть, садились за инструменты, как-то успокаивали себя? На самом деле, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, это мне больше дало любовь к музыке, слушать. И, естественно, перед соревнованиями я всегда включал музыку, слушал, отвлекался. Но сейчас вы музицируете? Музицирую, нет, сейчас я не музицирую. Нет, не музицирую, ученик не очень хороший получился, но это мне очень много дало. Самое главное – то, что любовь к музыке и подальше от улицы, будем так говорить. То есть у меня время было все время забито занятием. Я неспроста задал вам этот вопрос, потому что вы сказали, домашняя Олимпиада – это очень большая ответственность, с которой нашим спортсменам предстоит как-то справляться. То есть что вы лично от себя посоветуете нашим атлетам, как концентрироваться, как настраиваться, как абстрагироваться от этого сумасшедшего давления? Уверен, что каждый спортсмен, особенно спортсмен такого уровня, который участвует на Олимпийских играх, уже знает, как это делать, но у каждого есть свои такие моменты. Но самое главное – пожелать, чтобы они не как можно больше эту мысль отгоняли, что это все-таки Олимпийские игры. Обычный международный старт. То есть они должны выложиться по максимуму, и тогда у них победа придет сама. То есть может даже лучше забыть, что это Олимпиада? Может быть даже лучше забыть, что… Вот я по своему опыту первую Олимпиаду, когда поехал, я себе говорил, я еду не на Олимпийские игры, а еду на международный турнир, на обычный международный турнир. Потому что все те же спортсмены, все те же участники, и борьба с самим собой – вот это самое главное. Если получится победить себя, то победишь и соперника. Я знаю, вы возглавляете Федерацию спортивной борьбы региона. В связи с этим я хочу спросить у вас, как обстоят дела сейчас в спортивной борьбе области, каковы перспективы развития ее, какие ближайшие крупные спортивные форумы предстоят нашим борцам. И, собственно, не за горами летняя Олимпиада в Бразилии, началась ли уже подготовка к ней? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. На самом деле для борьбы этот год был очень сложный, вы все знаете, и я уверен, что переживали, что борьба стояла на таком моменте, что могла не попасть в олимпийскую семью. Да, кстати, подробнее об этом расскажите. И мы целый год фактически с этим боролись, проводили определенные акции, соревнования в поддержку борьбы, чтобы борьба осталась в олимпийской семье, так как это исконно. Удалось отстоять? Конечно, и в сентябре месяце при поддержке всей общественности спортивной, и не только общественности, федерации, и нашего президента Владимира Владимировича Путина, борьба осталась в олимпийской семье и сегодня продолжает уверенно соревноваться. И могу сказать, что эта ситуация повлияла очень хорошо, потому что борьба немножко изменилась, изменились правила, вернулись к старым правилам, которые были, и изменилась ее структура, изменились весовые категории, с января месяца уже будут новые весовые категории, если было семь олимпийских категорий, сегодня становится шесть на одну меньше, потому что женская борьба будет везде по шесть. Вольная борьба шесть олимпийских, женская вольная шесть и греко-римская шесть. Но зато добавилось еще две не олимпийские категории, и поэтому весовых категорий стало больше, и возможность реализовать себя тоже стала больше, поэтому сегодня наша молодежь вздохнула и с оптимизмом смотрят в будущее. Что касается нашей федерации и результатов, у нас тут все хорошо, год закончился удачно, и по юношам, по молодежи, по взрослым, у нас везде международные победы, и первенства Европы, и мира, и хочется сказать, что в будущий год мы надеемся на Сашу Чехиркина, также нашего лидера сборной, Заур Кура Магомедов, наш бронзовый призер олимпийских игр, переходит в новую для себя категорию, и надеемся, что он в них будет комфортно себя чувствовать. Ислам Магомедов, это наш тяжеловес, и мы на него тоже надеемся, он у нас уже в сборной команде, зарекомендовал себя. Молодежь у нас очень хорошая, и очень значимо, что в будущем году, 2014 год, это год столетия Арама Васильевича Елтаряна, нашего легендарного спортсмена, и мы добились того, чтобы первенство России в феврале месяце, 6-9 февраля, будет проходить именно в Ростове-на-Дону, где наши юноши могут состязаться, и вспомнить, и почтить память нашего Арама Васильевича Елтаряна. Этот первенство России будет отборочным, и самое главное, он будет отборочным на Олимпийские детские игры, которые уже вторые будут проходить. Поэтому мы все сделали для того, чтобы первенство России было здесь, и спасибо министерству и губернатору, что он поддержал эту инициативу, и все-таки с трудом Россия будет в Ростове. И я уверен, что мы ее проведем на уровне, и наши ребята готовятся сегодня. И хочется сказать, что борьба идет вперед, развивается, и надеюсь, что и зал единоборств тоже будет в Ростовской области после стольких побед. А есть уже какая-то приблизительная стратегия подготовки именно к Олимпиаде в Рио? Подготовка, вы сказали, подготовка заканчивается после окончания Олимпийских игр. Да, вот только закончились Олимпийские игры, уже подготовка начинается. Следующая. Да, следующая. И ребята готовятся. Вот наши основные претенденты, вот еще Артур Сулейманов тоже не упомянул его, наш чемпион мира по молодежи. Естественно, ребята готовятся в составе сборной команды России, сборы, ежемесячные сборы, и мы поддерживаем со своей стороны. Главное, чтобы наша стратегия, чтобы они не думали о бытовых проблемах, а были только в спорте. Бытовые проблемы отвлекают от результата. Вот наша задача и Федерации, и области, отвлечь их от этих проблем. Вот вся стратегия. В РТРС, спасибо, что вы нашли время, пришли в студию и содержательно ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашей работе в Федерации спортивной борьбы области, чтобы Федерация воспитала не одного, а многих Олимпийских чемпионов и чемпионов мира по борьбе. Спасибо большое. С наступающим. С наступающим. Спасибо. А я напоминаю, это был главный диалог. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин